Ребяточки, всем привет! Очень рад вас видеть. И буквально только что отснял одно видео с энергетиками. Вспомнил, что у меня есть еще одно. И вернее, еще одно. Еще один энергетик, но оно по сути еще одно что-то. Сейчас будем с вами пробовать, потому что я такого еще не пробовал. Ну а кому интересно, переходите, посмотрите предыдущее видео. Мне очень понравился по сути энергетик Варяг by Abrao. Потому что в принципе этот энергетик является такой серьезной коллабой. И мне оно зашло. Блин, короче, кому интересно, переходите, смотрите. А сегодня вот такой вот энергетик. Absent Energy. Вот так вот выглядит баночка. В принципе, очень неплохо для энергетика. Но самое что удивительное, я его купил в обычном магазине а-ля продукты 24. Что-то такое, то, что может работать круглосуточно и находится в городе, где-то в районах жилых. Короче, я его купил. Блин, взял, чтобы выпить. И мне его спокойно продали. Хотя мне обычно спрашивают паспорт. Я понимаю, что не рекомендовано продавать энергетики лицам, не достигших 18 лет. Но это не рекомендовано. И я понимаю, почему спрашивают паспорт. Все равно просят и так далее. Я понимаю. Но здесь мне даже не спросили паспорт. В принципе, потому что окей. Но! Что меня удивило. То, что это алкогольная продукция. Я взял, потому что написано Absent. Интересно. Я такой, о! Я не пробовал. Возьму-ка попробовать. Если будет интересно, может быть, даже сниму видео. Типа скажу, что там пил и так далее. Но! Я сажусь. Без вообще задней мысли в машину. Хорошо, что рядом была Даша. Я ей показываю. Она такая, а ты знаешь, что он алкогольный? Я говорю, в смысле? Она мне показывает. Ты посмотри, этикеточка. Я такой, нихера себе читаю. Алкогольная продукция. Есть марочка. Дальше. И причем, это нигде, прям вот так, не показано. То есть, на банке здесь нигде не пишется, там, доля алкоголя или еще что-то. Это написано только вот здесь, в тексте. Напиток слабоалкогольный, газированный, Absent Energy. Или ЕП, или Р, ЕР. Короче, я не знаю, как это правильно. Объемная доля этилового спирта 7,2. Если бы не Даша, я бы открыл. А это был, QR-кодик, это был нормальный, у меня день, я работал, я был за рулем. Ну, как бы, было в планах еще там, по-моему, куда-то поездить, но я охренел. До 9% даже пишется. Алкогольная продукция до 9%. Поэтому, ребят, я был весьма шокирован. Я понимаю, что это, возможно, я такой лопух, но было странновато, когда ты просто такой, ну, ладно, беру. Даже в большинстве пивных напитков, там, или в пиве, или какой-то другой алкогольной продукции, где-то на, скажем так, лицевой стороне указывается объем алкоголя, процентное его соотношение, или как это правильно. Указывается, здесь это прям так, ну, не было выражено. Вдобавок, еще типа энергетик. Я спокойно взял, подошел, мне его продали, не спросили ни паспорт, ничего. Хотя, опять-таки, алкогольная продукция. Алкоголь, у меня всегда спрашивают паспорт. Ну, я понимаю, что я выгляжу не молодо, но люди спрашивают, да я и не против. Но здесь продали, все, я без задней мысли, типа энергетик. И если бы не Даша, я бы бахнул. Ну, и рабочий день бы закончился, наверное. Уф, ладно. Давайте прекратим вот это вот все разглагольство. Просто у меня лично случилась странная ситуация с этим энергетиком. Я вошел в легкое заблуждение, потому что я хотел охладиться, а не завершить свой рабочий день. Так, вот мы его налили, мутноватенький. Абсент я пробовал, наверное, один, а то или два раза в своей жизни, и это было даже не пять лет назад. Поэтому очень будет что-то сейчас интересное. Я так отдаленно могу сказать, что я понимаю, что такое абсент. Сейчас пахнет, вот честно, чем сейчас пахнет? Сейчас пахнет, знаете чем? Какой-то Швепс Биттер Лемон. Вот честно. Чем-то таким цитрусовым. Не знаю, а там есть что-то цитрусовое в составе хоть? Вода питьевая подготовленная, спирт этиловый, рекфит... Ладно, это пройдем. Сахар, вкус и ароматическая сока, содержащая основа, содержащая концентрированные соки лимона и апельсина. Стабилизатор. Короче, все правильно, смотрите, хера какой молодец! Сколько всего перепробовал, да? Сразу лимончик почувствовал. Пахнет реально Биттер Лемон. Ну, либо Рич Биттер Лемон, или как его там. Короче, ребятушки, алкогольная продукция... Запомните, алкоголь вредит вашему здоровью и строго только после 18. Соответственно, детям, беременным, лосям все запрещается. Чего? Такое впервые. Практически любой вкус отсутствует. Очень странно. Во-первых, это максимально странный вкус. Просто вкус. Как будто Биттер Лемона. Понятно, что он с алкоголем. Это я чувствую. Я чувствую, что здесь есть алкоголь. Но он легкий. Слушайте, даже на... 7,2 легковато довольно. Очень легко пьется. И вкус пропадает. Я думаю, большинство пили Биттер Лемон какой-нибудь. Швепс, неважно. Возьмите Биттер Лемон. Насыщенный, хороший вкус. Пускай Рич, Швепс, неважно. Просто рубим вкус на одну четвертую. Разбавляем его водичкой. Добавляем какой-то алкоголь. И все пьется максимально легко. Очень странно. Просто водичка, цедра лимона и каким-то алкоголем. Ну, легким тоже. Не чувствуется, что здесь даже больше трех. Я бы в жизни не сказал, что здесь 7,2. Не знаю, а про энергетика здесь вообще ничего такого нет. Знаете, такое чувство, что меня обманули. Ну, просто купить, выпить. Ну, тебя понятно, что алкоголь-то возьмет. От целой-то баночки. Ну, что касается... Да я уже чувствую, что алкоголь, он есть, присутствует. Все. Газики. Действительно слабо газирован. Ну, кроме лимона, цедры, лимона, апельсина, ничего больше не чувствуется. Возможно, лайма. Вот реально битер-лемон и все. А где акцент? Ну, только на это у меня идет акцент во вкусе. Блин, я просто только что пробовал энергетики варяг. Там лесные ягоды, яблоко-бузина. Там охереть, какие вкусы, насколько они насыщенные, насколько они интересные. В лесных ягодах, конечно, просто какой-то ягодный состав идет. Но, ну, типа не разобрать какую-то ягодку там отдельно, да. Но здесь, кроме того, что вот как... Здесь даже аромат, аромат сам по себе, аромат сам по себе сильнее, чем вкус. И это удивительно. Это очень удивительно, и это странно. Честно, я не помню, сколько он стоит, потому что я сразу его убрал, и он сколько-то времени пролежал. Но, на мой взгляд, он не стоит вообще абсолютно своих денег, потому что он не выполняет свою функцию, как абсент энерджи. То есть, здесь должен быть вкус абсента, вкус энергетика и алкоголь непосредственно. Сказать, что это что-то интересное, что я готов покупать еще раз? Нет, вообще ни разу. Потому что это просто... Алкоголь, это слабоалкогольный биттерлемон сразу с ходу. И при этом в нем очень не яркий биттерлемон. Это максимально что-то водянистое. Очень странно, очень того не стоит. Ходите биттерлемон, купите мартини, бахните туда биттерлемон, и это будет максимально вкусно. Сделайте себе вот 50 на 50, и будет супер, будет в разы просто вкуснее. А так, херня, не знаю. Я не советую, опять-таки, ну как не советую, тем, кто взрослый. Я не советую, потому что это... Я расстроен. Я сейчас ожидал, знаете, удивиться, потому что редко покупаешь... Ну, покупая ты какие-то уже... Алкогольные коктейли слабые, но... Блин. Я разочарован. Не знаю, я ожидал чего-то большего. Ребят, если вы пробовали, пишите в комментариях, и будьте внимательны, потому что вот так вот купишь энергоз какой-то, типа с абсентом, а там... А там и алкоголь, правда, есть. Поэтому, ребятушки, вам вкусных и бодрящих энергетиков, давайте так, все равно скажу, потому что энергии, пишите в комментарии, пишите, пробовали вы, как вы считаете... Ну, блин, прикольно могло бы быть, но не получилось. Он изготовлен, кстати, я там дочитал до конца, где-то Московская область, Ленинский район, город Вильное. Всем из Видного большой привет. Фига какой дождик пошел. Хотел на улице поснимать. Не получится. Все, ребятушки, всем хорошего лета, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok